Столица Удмуртии приняла выездное совещание Совета Безопасности страны. В центре внимания переориентация предприятий ОПК на гражданский сектор и снижение ДТП на дорогах. В обсуждении этих вопросов принял участие глава Чувашии. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. То, что раньше называли военной тайной, сейчас становится повседневностью. Дроны, сошедшие из конвейера предприятия ОПК, приходят на помощь правоохранителям и городским властям. К примеру, вот такой беспилотник может находиться в полете до 4 часов и передавать картинку на расстоянии 100 километров. Еще один пример диверсификации промышленности – винтовки для биатлонистов. Их начали выпускать на заводе имени Калашникова. Спрос на эту продукцию растет. Перед производителями, которые работают на оборонный комплекс, стоят и новые задачи. Оборонно-промышленный комплекс обладает высоким научно-техническим и производственным потенциалом. В условиях предстоящего сокращения гособоронзаказа необходимо, чтобы этот потенциал был сохранен, сохраняя финансовую устойчивость и трудовой коллектив. К 2025 году предприятия оборонно-промышленного комплекса «Приволжье» должны выпускать до 30% гражданской продукции. Эта достижимая задача отмечает полпредпрезидента. Производители должны быть вовлечены в реализацию национальных проектов. Еще одна тема на повестке Совета безопасности – снижение смертности от ДТП. Статистика тревожит. Каждый день в регионах округа на дорогах погибают почти 50 человек. В настоящее время в стране принимаются меры по совершенствованию системы государственного управления, регулирующие правоотношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. С наличием недостатков транспортно-эксплуатационного состояния в уличной дорожной сети, элементов ее обустройства, в федеральном округе связаны более трети происшествий. 39%. Одной из главных причин такого состояния дел является и с одной стороны дефицит финансирования, с другой стороны и организация работы. Как следствие, только в 2018 году на региональных дорогах округа произошло 460 дорожно-транспортных происшествий. Главные причины ДТП – нарушение правил и агрессивная езда в нетрезвом состоянии. В регионах округа растет и количество аварий, совершенных по вине водителей автобусов. Такие происшествия являются во многом следствием оказания транспортных услуг с нарушениями требований безопасности перевозок пассажиров, с использованием неисправных транспортных средств, без проведения предрейсового, технического и медицинского осмотров, а также следствием нелегальных перевозок. Поэтому важно усилить контроль за осуществлением всех пассажирских перевозок, уделяя внимание перевозкам детей. Еще одна важная задача – развитие санитарной авиации, чтобы помощь к раненым пребывала оперативно. Трассы необходимо и дальше оснащать комплексами видеофиксаций. Там, где работают камеры, количество ДТП снижается в разы. Михаил Игнатьев отметил, что безопасность пешеходов и водителей для правительства республики – приоритет. Комплексный подход у нас был, есть, и мы дальше с учетом дорожно-транспортных происшествий, с учетом летальных исходов, с учетом разных других аварий будем вкладывать средства на те точки, для того, чтобы безопасность этих мест – это перекрестки, это светофоры, это где больше пешеходов, где общеобразовательные школы. За последние годы сделали многое, но индикаторы обозначены президентом, поэтому в этом направлении мы многое еще должны сделать. Задача национального проекта – снижение летальных исходов от ДТП в 3,5 раза до 2024 года. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов, Республика, Изжевска.